МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Хей-хо! Крутая троица снова в строю! И нет, я сейчас не о мышах-рокерах с Марса, а о наших старых добрых друзьях, волшебники Амадеи, воровки Зои и воине Понтии. Правда, в первой части их имена от нас были скрыты, но на то и существуют хорошие сиквелы, расширяющие мир и отвечающие на многие вопросы любознательных фанатов первой части. Трайн 2 как раз этот случай, и сейчас аркадный обзор расскажет вам, почему ее стоит пройти. Конечно же, самое первое, что бросается в глаза, это графическое оформление. При первом же входе в игру новый Трайн хвастает своей красочной и детальной трехмерностью, по сравнению с которой даже первая часть смотрится очень блекко. А какие шикарные задние фаны ждут всех искателей приключений? Это описать трудно. Признаюсь честно, на данный момент это лучшая графика из всех аркад, в которые мне довелось играть. Попытки трехмерной картинки в Rayman Legends на фоне этой игры смотрятся не более, чем какой-то пиксель-арт. Стоит отдать должное и отличной русской локализации, что позволяет проникнуться атмосферой мира еще больше. Ну и оценить некоторый юмор. Первый Трайн в свое время выступал отличнейшим сочетанием платформера и головоломки. При этом в довольно хорошем фантазийном сеттинге, позволяющем еще и время от времени, пока очередная загадка никак не идет к решению, отвести душу на десятки другом недружелюбных скелетах. Если уж совсем коротко, вторая часть доводит этот процесс почти до идеала. В новом приключении нашим героям предстоит разобраться с семейной интригой двух сестер-волшебниц, беспопутно, освобождая очередную сказочную страну от гоблинской напасти. Это сразу наводит на очередной жирнейший плюс второй части. Враги тут гораздо разнообразнее, хотя сражения с боссами все так же требуют от нас бегать туда-сюда, уклоняясь от их атак. Ну и интеллектуальные способности некоторых гоблинов оставляют желать лучше. Добавлены в игру и абсолютно новые механики головоломок. Например, частенько придется взаимодействовать с этой волшебной водой, заставляющей расти нужную нам флору в мгновение ока. Еще, не выходя из второго трайна, можно поиграть в портал. Ну и кажется в доту. Шутки, конечно, шутками, но игра точно не даст заскучать. В частности, и благодаря переделанной системе прокачки персонажей и их новым умениям, теперь у нас гораздо больше выбор полезных способностей. Маг Амадей уже сразу умеет создавать и кубы, и планки. Мы можем увеличить их одновременное количество, кажется, до четырех. А можем сделать их магнитными и подвешивать к различным железякам. Не стоит забывать, что он умеет перемещать вещи, а всего один талант позволит поднимать воздух и врагов. Но никаких пламенных шаров он так и не научился создавать. Для этого есть его спутники. Ловкая Зоя также не растеряла своих навыков и преодолевает особо широкие впадины при помощи крюка, а ее точные огненные стрелы уничтожают полчища врагов. Но помимо них, мы теперь можем выучить ледяные стрелы, замедляющие, а в особо крупных количествах полностью замораживающие цель. Но не только их. Оказывается, при выстреле ими в воду, можно создать ледяную платформу. Но опять-таки, не забывайте законы физики. Лед постепенно тает. Хотя, у Зои в запасе есть кое-что и против этой самой физики. Антигравитационная стрела. В особо жарких ситуациях, эта штука может замедлить абсолютно все, в личном радиусе. Шаг и мат, так сказать. Ну и конечно же, без новинок не остался и Рубака Понтий. Хотя его я улучшал меньше всего. Однако его новая способность рывка, позволяющая наконец-то прыгать на дальней дистанции, выше всяких похвал. Наверное, единственное, чего вторая часть Трайна лишилась, это спрятанных на уровнях артефактов. Теперь их место заняли различные арты и стишочки, которые отлично поддержат атмосферу сказки. Ну а экипировка делала Трайн лишь чуть более похожей на РПГ, но давала не столь уж и весомые бонусы. И кстати, я совсем забыл, у персонажей теперь нет маны. Я проходил Трайн 2 в одиночку, но игра во многих местах так и намекала. Дружище, это гораздо веселее делать в кооперативе. И ведь правда, эта часть обзавелась собственным сетевым режимом. Ну или можно по старинке позвать друзей к себе и играть на одной консоли или компьютере. И я вас уверяю, увлекательный мир Трайна всегда готов к вашему возвращению. Ведь даже по завершению основной части, нас ожидает DLC, посвященная борьбе с коварными гоблинами, в которые я пока что не играл, но могу сказать с уверенностью, обязательно пройду в скором времени. И вас тоже к этому призываю. Тем более, что подписавшись на канал, поставив палец вверх под этим обзором и написав под ним комментарий, у вас есть уникальный шанс получить стим-версию этой замечательной игры, включающую и то самое дополнение к ней. Так что не упускайте свой шанс. На связи был Терл. Ёлки-палки, второй сезон заканчивается уже вот-вот. На этих деревьях висят огромные мохнатые фрукты. Это кокосовые орехи. То есть это огромные мохнатые орехи? Нет, это фрукты. А почему тогда кокосовые орехи, а не кокосовые фрукты? Ээээ... не знаю. Субтитры сделал DimaTorzok